Внешне сурово и производит впечатление злой и недружелюбной собаки, а еще изо всех сил демонстрирует, как может грозно лаять и отгонять чужих людей. Но стоит с ней пообщаться, ласковей создания нет. Герди полтора года, большую часть своей жизни провела с такими же бедолагами. Маленьким щенком ее подкинули на территорию одного предприятия, где уже обитала стая бездомных собак. По словам очевидцев, жилось им не так уж плохо, но однажды всех собак отловили и вывезли куда подальше с территории. Вот так Герда и попала к волонтерам. Я думаю, что у нее очень довольно устрашающий вид, чтобы люди боялись, если ее будут брать в качестве охранника. Я думаю, что она очень подойдет. Люди, которые захотят ее взять, будут очень обласканы ею и защищены полностью. Ее можно посадить и на цепь, ее можно держать просто во дворе. Она никогда не уйдет оттуда, где ее кормят и любят. Но для большей защиты, конечно, лучше ее держать на цепи. Все необходимые процедуры молодая собака прошла. От прививок до стерилизации. Ради доброго отношения и постоянного жилища готова на некоторые уступки. Жизнь ее младшей подруги была намного драматичнее, что пережила няня представить страшно. Ее обнаружили дети, когда полуживая собака кое-как передвигалась на передних лапах, волоча за собой изуродованные задние. Можно было бы предположить, что бездомная собака попала под колеса автомобиля. Но все оказалось куда страшнее. Волонтеры отвезли ее к ветеринару. Оказалось, что у нее огнестрельное ранение в задней части туловища. Поэтому у нее полностью были отключены ноги, она не могла ходить. Если честно, мы думали, что она больше не будет ходить, потому что тяжелая была ситуация. Но когда она была щенком, ей всегда хотелось гулять, хотелось прыгать, бегать. И когда она начала пытаться прыгать, мы поняли, что в принципе, ну что все будет хорошо, и что она будет взрослой, красивой собакой, и она сможет ходить, и все будет замечательно. Надеяться на это и сама няня. Кстати, волонтеры сначала думали, что она мальчик, нарекли Джеком. Но оказалось, что жильцы дома, во дворе которого обитал щенок-девочка, звали его няней. После счастливого выздоровления ее поместили на передержку, где она познакомилась с Гердой. С тех пор они самые лучшие подруги, но ради дома и доброго хозяина готовы расстаться. Вглядитесь в эти преданные и полные любви и надежды глаза, и может у кого-то из вас дрогнет сердце, а кто-то почувствует. Это моя собака. Так, трава и...